Зелёная аж синяя. Вода в Волге неожиданно изменила цвет. Горожане обратили внимание, что прибой стал похож на плюханье водоэмульсионки с красителем. Кто-то сразу вспомнил, что такая вода бывает только в стаканчике, в котором споласкивают кисти во время рисования. Что стало с Великой рекой и не опасно ли это, мы спросили у эколога Фёдора Корягина. Он утверждает, что цвет в воде преодолится анабактерии, одноклеточные микроорганизмы. Они живут в реке как минимум 2 миллиарда лет, значительно старше динозавров. С каждым годом и становится всё больше. Они активно размножаются, а мы видим результат. Их агрессивность возросла в связи с загрязнением наших рек, озёр. Прежде всего, развитию этих сине-зелёных водорослей, их называют ещё цианобактериями, способствует поступлению азотсодержащих, фосфорсодержащих веществ. Эти вещества, конечно, прежде всего поступают с полей при применении минеральных удобрений, пестицидов, ну и с состоками коммунальными. Поэтому нагрузка на реки постоянно растёт, и эта беда только наступает. Стоит добавить, что явные угрозы сине-зелёные водоросли для человека не представляют, однако могут вызвать аллергические реакции. Продолжение следует...